Входная зона с двумя воротами, которые ведут на главной аллее парка, будет располагаться около фонтана желаний. Городские власти решили, что эту зону нужно выделить, поэтому конструкция по высоте будет ниже основной части забора, а территорию облагородят. То есть они все восстановят, где там кусочки асфальта какие-то, где там покрытие получается земельное. То есть все, конечно, будет восстановлено однозначно. То есть это все входит в виды работ. Кроме того, что они установят это металлическое ограждение, которое будет со столбами установлено. Кроме этого, еще, конечно, благоустройство потом будет сделано. Срок завершения работ 19 августа стоит. То есть мы планируем, что ко дню города в этом году, который приходится на 3 сентября, у нас уже будут полностью завершены все работы. Кроме того, вдоль улицы Карла Маркса начали строить тротуар, завершаться работы 1 августа. Мы выходили, было рабочее выходное, скажем так, совещание. Там опять в асфальте у нас провода, которыми обложен весь парк, вот прямо со всех сторон. Поэтому там им немножко надо будет сдвинуть, не так чуть-чуть, как первоначально, когда было проектирование. Потому что посмотрели и, в общем, с нашим управлением капитального строительства отработали те точки, откуда они начнут. Работы будут делать постепенно. То есть они закроют вначале одну часть, да, это будет либо диагональная аллея, которая, да, либо часовая. Ну вот с какой-то такой сделают вначале одну часть, потом перекроют вторую и уже потом завершат, чтобы проход все равно людям был. Потому что тут у нас такая большая, скажем так, яркая входная зона, да, которой пользуется трафик прохождения берчан и гостей большой. Жители Бердска замечают, что вечерами фонтан не работает. Начальник отдела культуры прокомментировала ситуацию. Там какая-то проблема с электроникой. И пока ее пытаются наладить, найти, потому что он выключается сам. То есть он же стоит там программное обеспечение, которое, да, задает там ритм определенный, когда он там включается, свет и все остальное. Ну вот на данный момент вот вышла из строя какая-то, видимо, вот либо микросхема какие-то, то есть какая-то электроника. И она дает нам такие сбои. Пока не наладили, то есть не нашли, но работают специалисты каждый день.